Нужно четко понимать, что такое светлое, что такое темное, что такое добро, что такое зло. Темные всегда провоцируют, потому что нам подтасовывают зло и добро, мы начинаем путать, и мы частенько начинаем обвинять тех, кто занимается светлыми вещами, мы начинаем их обвинять в создании зла, потому что прямо на сегодняшний день они пользуются методом зла для добра. Например, попадаете вы к хирургу, вас встречает человек со скальпелем. Он говорит, ложись, я тебя сейчас резать буду вообще-то. Как вы к нему относитесь? Ну понятно, что если вы понимаете, что дальше будет, что потом вы выздоровеете, у вас всё будет хорошо. Ну реально, вот стоит человек и честными глазами смотрит на вас и говорит, я тебя сейчас резать буду немножко. Вот первое ощущение, если вам не сказали вообще, кто это и для чего он здесь, какие у него дальнейшие планы вообще на вас-то, то вы решите, что это злодей самый страшный. Он покушается на вашу жизнь. Но когда вы знаете, что через какое-то время после этого, когда у вас всё как бы заживёт, зарастёт, всё будет хорошо, вы выздоровеете, будете вести здоровую и счастливую жизнь, то вы не будете его рассматривать как зло. Вы будете понимать, что прямо сейчас ему необходимо... Вы сами довели до этого на самом деле. Потому что в Аюрведе считается, что это грех позволить кому-то резать вас. Ну оперативные вот эти вмешательства, это как бы грех. Грех не вмешательство, а что вы довели своё тело до этого. Вот. Соответственно, получается, что вот этот человек очень светлый, он вам помогает, да? Но при этом методом зла в вашем вот этом узком, таком вот зашоренном, сиюминутном понимании. То же самое происходит и сейчас. Теперь посмотрим на нынешнюю ситуацию с более высокой точки зрения. Когда-то был потоп, были войны, были, притом такие серьёзные, очень войны цивилизационные были. То есть и огнём уничтожалась всё, цивилизация вся и водой уничтожалась, и воздухом, когда были страшные ветры и так далее и тому подобное. И космические всякие воздействия. Точно так же сейчас идёт некое цивилизационное обновление. Никто никого не уничтожает, но при этом обновление, очищение для того, чтобы остались только те, кто находится на высоких вибрациях, те, кто в состоянии поддерживать Землю в её высоких вибрациях и готов двигаться к свету. Предупреждали нас многократно. Сто тысяч раз предупреждали. Ну, пора уже и честь знать, да? Ну, если не захотел слушать это или верить, то, значит, получаешь то, что получаешь. Так смотрят наверху. Но при этом, если мы помним о том, что жизнь у нас здесь, это некий выбранный нами квест. В магазине игрушек. Ну, какой квест, когда ты вошёл, прошёл ровненько, где всё видно, и вышел в другую дверь. Что это, квест, что ли? Ничего не собрал, никуда не упал, нигде не потерял. Да, там никаких девяти жизней нет. Невозможно вот это вот всё. Шишек не набил. Шишек не набил. Кто такой квест купит вообще? Не, ну, правда. Я сама игрушками занималась в своё время. Я знаю, что такие игрушки неинтересны. Интересно, когда идёшь, 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 открывается что-то, вниз упал, там падаешь, там всё чёрное, ничего непонятно, там какая-то штука какая-то выскакивает. Бежишь от неё долго-долго, теряешь одну жизнь, потом вдруг находишь кристаллы, эти кристаллы тебя поднимают куда-то ещё на другие там, да, уровни. Ну, и каждый из нас купил такую жизнь, в конце концов. Мы купили, каждый купил свой такой захватывающий квест, и мы здесь его, собственно, имеем. А он имеет нас, извините за выражение. Потому что мы сейчас почему-то все, вот все вместе собравшиеся, и там тоже все, пришли именно в этот период. Этот период продавался как квест. Но наша задача – пройти этот квест достойно и выйти на следующий уровень. Так это рассматривают оттуда. Они говорят, что они там страдают-то? Они же сами купили этот квест. Ко мне тут на регрессию как-то пришёл специалист, по искусственному интеллекту. Ну, у меня ещё, когда я рекламными технологиями занималась, у меня специалист по IT был доцент по искусственному интеллекту. У него кандидатская была на эту тему. Мы с ним тоже периодически, значит, всё это обсуждали. Что я хочу сказать? Искусственный интеллект, несомненно, имеет огромный потенциал. Потому что он, учитывая предыдущий опыт, анализирует и приходит к чему-то следующему. И уже готов к чему-то следующему. Отвечать на какой-то следующий шаг. Но кто сказал, что у нас здесь происходит именно так? Каждый из вас может мне честно сказать, что ваша жизнь вообще не поддаётся никакой логике. Сто процентов. Вот каждого из вас спрошу, и каждый мне скажет, слушай, точно там всё нелогично вообще в моей жизни. И не потому, что я нелогичен, а потому, что там где-то всё нелогично. И вот это вот нелогичное приводит к моей такой странной и иррациональной жизни. То, что приходят ко мне люди, приходят со страшными историями. Я слушаю эти страшные истории, я понимаю, что они нелогичны. Но что-то это привело людей к этим страшным и странным историям. А что привело? Наша жизнь парадоксальна. Ну, иначе бы мы не взяли этот квест. Ну, неинтересно, если уже всё предопределено, предсказано, и ты прям туда идёшь, и вот это вот, как в программинге, да, иф, и там, если это, то это, если это, то это, если это, то это. Но есть ещё некий парадокс. И этот парадокс идёт оттуда. Потому что они понимают, что так интереснее. Так мы получаем больше опыта. И вот это то, что не в состоянии осилить искусственный интеллект. В принципе. Ему это не подвластно. Он не может это предсказать. Человек шёл туда, 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 и вдруг он принимает решение пойти совершенно в другую сторону. Прошёл уже там, не знаю, сколько километров. И вдруг он говорит, о, я пойду вот в этот лес. А у него уже там километр до его пункта назначения. Он говорит, пойду грибов соберу. Искусственный интеллект такой, что это было? А как же целесообразность? Никакой целесообразности. Просто там запахло грибами, и человек пошёл. Или там что-то мелькнуло такое. О, пойду посмотрю, что там мелькнуло. Парадоксальное мышление. Человеку свойственно парадоксальное мышление. И это то, что в нём заложено божественным проведением. Потому что мы состоим из двух частей. Об этом говорит Гермес Трисмегист. У нас есть человеческое, материальное, земное и божественное. И наша задача здесь гармонизировать материальное, земное и развивать божественное. А божественное – это всегда парадоксальное. И как раз на своём курсе я обучаю парадоксальным. Потому что, кстати, наша сторона ближе к парадоксальному, чем вот та же самая Франция. Потому что, вот я там жила, я смотрела, как они мыслят и как они действуют. И я говорю, слушайте, как вы вообще вы с нами находите где-то, какие-то контракты умудряетесь делать? Потому что это невозможно. То есть они там, ой, нам это нравится. Французы такие, они все это, да? Вот. Ой, это прекрасно, это здорово, это нам очень нравится. А вот здесь надо посчитать. И мы, пожалуй, вот это вот нет, то, что нравится. А вот то, что посчитали – да. И, значит, и заключаем контракт. Всё. Несмотря на то, что там вообще ужас-ужас просто. Русские делают вообще не так. При том, что русские – это подразумевает те, кто живёт на этой территории. Потому что территория каким-то образом сама влияет на это. Язык, территория. Поэтому это вообще не про национальность. Говорят так. Посчитали. Говорят, слушайте, всё вроде хорошо, классно. Мне нравится. Вот это прям то, что нужно мне. Вот здесь вот такая прибыль, здесь вот сюда пойду, туда пойду, здесь мы это сделаем, всё прочее. Утром просыпается, ночь встреча, просыпается, говорит, что-то мне ночью сон такой странный приснился. Не буду заключать контракт с этим. А тот сидит уже, ждёт, да? Не, не буду контракт с этим. А как объяснить? А что это? Это парадоксальное мышление. То самое. При том, что французы те же самые, внутри где-то, они ему тоже следуют. Но нельзя маску снять, они там все в масках, они вот маска требует вот этого вот логического мышления, такого вот. Вот там, возможно, искусственный интеллект, он победит. Нас искусственный интеллект не победит сто процентов. Чем заниматься? Ну, нужно понимать, что цифровизация всё равно происходит. И, к сожалению, это уже часть нашей жизни, нашей культуры. Несмотря на то, что там говорят, что техногенный путь развития тупиковый, потому что мы теряем все свои возможности. То есть предыдущие цивилизации, они были очень развиты, они умели невероятные вещи, но они всё это умели с помощью себя. Например, вот алхимики сохранили ведь эту информацию, да? Как это происходило? Через изменение себя менять состав элемента, химический состав. Как это? Не дотрагиваюсь практически, просто клядя на него. Меняясь день от дня самостоятельно. То есть алхимики это сохранили. И действительно происходит транспутация, и есть подтверждение этому, как это всё происходит. Но когда человек выбирает техногенный путь развития, у него это не работает. Когда я прочитала, что изобрели фотоаппарат, который заменяет глаз, по сути, то есть прямо очки, да, одевают, и там как бы всё, информация, этот фотоаппарат запоминает вместо глаз, то есть информация остаётся в фотоаппарате, а туда вовнутрь ничего не проходит, то я понимаю, что это всё равно, что приделать костыль к ноге, да, и человек перестаёт пользоваться ногой. Это примерно так же. И вот ровно так же искусственный интеллект и вот этот техногенный путь развития, он начинает постепенно заменять наши способности, которые именно сейчас, вот в этот период переходный, ну, уже период переходный практически завершился. Они начинают подниматься в нас, начинают проявляться, и поэтому очень много людей появляется, у кого вдруг способности какие-то появились, не было ничего, и вдруг, здравствуйте. Но стоит ему это всё схлопнуть, перестать на это обращать внимание и обратиться к техногенному пути развития, то у него эти способности умрут. Просто он забудет о них потихоньку. Так вот, чем заниматься? Развивать себе вот эти способности. Не искусственным путём, а изменением себя. Ко мне приходят люди и говорят, как развить ясновидение? Себя меняй, и оно появится. Только так. Человек не готов к ясновидению. Он не готов к тому, что он потом увидит. И у него может и крыша поехать, и всё, что угодно. Но если он развивает себя, и он естественно начинает это всё видеть, и для него это сначала как озарение приятное, а то и неприятное. Если кто-то шастает по твоему дому, порой это бывает неприятное озарение. Но если это неприятное озарение, взял, вычистил его, и всё. Но ты зато обладаешь знанием, что там кто-то есть, и его с ним надо как-то договориться, разобраться, отправить куда-то. Так вот, когда человек развивает себя, движется по вот этому пути, то вдруг к нему начинают приходить та задача, та работа, которая соответствует его предназначению. И вот чем заниматься, что делать, это как раз ответ здесь. Может быть, я ответила слишком сложно, но мне кажется, что наоборот, очень просто ответил. Когда внутри себя развиваешь, развиваешь, вот открываешь, извините, вот туда сознание, про Айваску мы уже поговорили, то тогда напрямую получаешь не просто информацию, куда идти и чем заниматься, а наоборот, это начинает притягиваться к тебе. говорят, слушай, ты вчера занимался этим, а не начать ли тебе с завтрашнего дня заниматься вот этим? Скажут, как это? Не знаю. Там друг какой-нибудь говорит, мне такая в голову мысль пришла, сам не знаю откуда. Давай, у меня там есть знакомые, а у тех знакомых тоже знакомые, и так далее, и тому подобное. И выясняется, что с завтрашнего дня ты уже в этом. Как тебя занесло туда? А потом выясняется, что ты этим и должен заниматься, оказывается. Вот просто так раз, 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 все знакомые, знакомые знакомых, то-се, пятое-десятое, все, ты уже в этом. Со мной вот лично так все и было. И оно продолжает так происходить прямо каждый день. Просто до смешного. Вот как с камнями было. Вдруг выяснилось, что мне срочно нужны камни, которые мне там помогут в определенных задачах. Не буду там разворачивать все это. Вот прямо вот эти камни нужны были. Появились добрые знакомые, которые говорят, слушай, у нас есть знакомые, которые с этими камнями. Выяснилось, что прямо завтра в Москве проходит выставка камней. Завтра она раз в год проходит вообще-то. И ребята там уже договорились, все эти камни купили, и на следующий вечер у меня дома были камни. Вообще я ничего не делала вообще. Я только денег заплатила за них. Понимаете, я просто сидела дома и пила чай. Ну и делала регрессии, консультации и тому подобное. То есть я занималась своим делом, честно. Выполняла свою миссию, выполняла свое предназначение. И оно все само вот так. Конечно, благодаря тому, что вокруг меня как бы есть люди такие. Но оно именно так и происходит. Есть же поговорка, что у Бога нет рук кроме твоих. И рук твоих друзей, рук твоих соратников и так далее. То есть это уже вот такое сообщество происходит. Я смотрю, как там одному нужен человек в его бизнес, а другой ищет в этот момент работу ровно на эту тему. И при этом они все находятся на одинаковых вибрациях, и им даже ничего говорить друг другу не надо. Они уже нашли друг друга, и они вот так вот в спайке выступают уже дальше вместе. и делают такие вещи удивительные. Оно вот так вот все и происходит. И это именно и есть мир новый. Вот это вот общество нового времени, когда человек чувствует, вот здесь он поработал, а потом ему, может быть, здесь надо повернуть куда-то. Он думает, почему я должен повернуть? У меня здесь так хорошо все идет. А на следующий день ему звонят, говорят, слушай, у меня есть друг, которому нужен такой, как ты. И ты справишься. Ты никогда это не делал раньше, но я знаю, что ты все, да, и это тоже, говорит, я же вчера об этом думал. И уже пошло дело. Мы подходим сейчас к такому периоду, когда открывается то знание, которое хранится на уровне сакральной геометрии. Дело в том, что у нас все пропитано сакральной геометрией, пропитано силовыми полями, силовыми линиями, все-все-все, все пространство и время, и многие другие пространства и времена, которые здесь внутри, все вот так вот пересекаются. объяснить это на пальцах практически невозможно. Тем не менее, вот как бы курс этот у меня сейчас стартовал, и там я очень сложные вещи объясняю простым языком. Я думаю, что никто не сомневается, что пирамида относится к сакральной геометрии. И если говорить, допустим, про храм царя Соломона, все говорят, что там такое тамплиеры получили-то? Что там такое было-то, что они там вдруг чего-то? Наверное, какие-то сокровища. Так вот, тамплиеров научили через сакральную геометрию получать трансцендентное знание, которое является основой вообще нашего мира. И они обязаны это знание хранить, и они хранят его до сих пор. Каким образом в храме царя Соломона было это записано? С помощью пропорций. пропорций, с помощью размещения разных металлов, которые между собой создавали силовые линии из силовые поля, воздействие, допустим, силовой линии на силовое поле создаёт что-то ещё. И пирамиды обладают таким же свойством. они создают силовые линии своими контурами, и они создают силовые поля своими направлениями по отношению к сторонам света, продолжением куда-то, гранями и так далее. У меня есть очень интересная медитация, когда человек мне говорит, пирамиды строились с тысячами рабов, с пандусами, всё это, ну вообще, все доказывают, египтологи доказывают, сами не верят, но при этом доказывают это очень хорошо. Я просто изучала египетский язык, древнеегипетский, и общалась с египтологами. То есть, когда они узнали, что я пришла учить египетский язык для того, чтобы понять туда за него, до него кое-что, мне вдруг египтолог, вот, она египтолог-лингвист. Она мне начала выдавать такие штуки, понимая, что мне можно, потому что остальные её примут за сумасшедшую. Вот. И мы с ней разные такие вещи обсуждали. Так вот, египтологи свято верят и как бы в одно доказывают нам совсем другое, при этом замечательные люди, никто их ни в чём не обвиняет, это просто некая концепция академической науки. Я предлагаю, когда человек приходит вот с таким вот пониманием или с непониманием, для чего нужна пирамида, я говорю, представь себя пирамидой. У меня вот одна из книжек есть, у неё на обложке пирамиды с глазом. И всё говорят, что, это масонская там, я говорю, нет, это пирамида, которая смотрит. Это пирамида, живое существо, живое такое, ну, не существо, а объект живой, я бы так сказала, да, с сознанием. И вот человек представляет себя пирамидой. Он смотрит туда наверх, наклон, да, туда наверх смотрит. Я говорю, ты видишь внизу людей? где? Я говорю, они ходят, себя фотографируют, там, значит, восхищаются тобой, пытаются на тебя лезть и так далее. И когда человек в медитации, он же немножко по-другому всё воспринимает, да, это же не просто так вот сел и как бы представил. Он погрузился в это состояние пирамиды. Во-первых, сразу выясняется, что внизу есть ещё часть, и это уже не детрайдер, это уже октайдер. Во-вторых, выясняется, что людей он вообще не воспринимает. Они мельтешат, двигаются с какой-то непонятной скоростью, всё время как бы хаотично, и они даже его не раздражают. Как нас не раздражают муравьи? Ну, что-то они там где-то бегают, да, мы их особо и не видим. Здесь только не укусит. И здесь тоже, то есть он сидит, он в контакте с космосом, нижняя часть в контакте с землёй, та подземная часть, и он, остальное его не сильно беспокоит вообще. Кстати, люди не очень любят выходить из этой медитации, им нравится это состояние. так вот, таких пирамид у нас на земле огромное количество. При том, что есть пирамиды, которые были настроены на предыдущий Северный полюс, есть пирамиды, которые настроены на современный Северный полюс. И когда я задала вопрос, почему это так, то есть считается, что Великая пирамида, она не такая уж древняя, потому что она настроена на современный Северный полюс, был очень чёткий ответ. Пирамиды, они создают, то есть вот этой своей сеткой силовой, они создают некую защиту для земли. некая энергетическая защита. И прямо с помощью этой энергетической защиты они отталкивают как космические предметы, так и какие-то захваты, какие-то покушения на жизнь Земли. То есть это на разных уровнях работает. И поскольку планировалось передвижение оси и передвижение соответственно Северного полюса, то представляете, знали на какой градус это передвинется после всех разрушений, которые происходили на Земле. То есть было как бы заново в цивилизации началась следующая, переход на следующий уровень определенный, и вот как бы поменялся, поменялась ось и полюс поменялся. Так вот эти пирамиды, они были построены заранее, чтобы когда передвинулся полюс, они включились. И когда они включились, то Земля продолжала быть защищенной. И сразу многое становится объяснимо, потому что геологи говорят одно про пирамиду. Историки говорят другое, египтологи говорят третье, и это мы сейчас только про те пирамиды, которые мы с вами прямо видели, знаем, а то и трогали. Таких пирамид очень много везде. И часть из них начинает сейчас прямо открываться. Информация такая шла, что очень многие монастыри, древние монастыри, поставленные волхвами, они стоят на пирамидах таких. Эти пирамиды очень древние, они обладают силой такой же. Есть, конечно, места, где эта сила раздроблена, помята, побита, потому что было внедрение чего-то еще, каких-то других энергий, каких-то других культур, каких-то других верований, каких-то других воздействий, скажем так. И вот эта первозданная природная космическая энергия пирамид, они же не относятся вообще никаким религием, как вы понимаете. Тогда и религий-то не было вообще. Их можно потом куда-нибудь, конечно, приплюсовывать, но при этом эгрегоры на них влияют. Ну, это не разрушение, а просто нарушение вот этого силовых линий. Вот, они уже начинают работать со сбоем. И такие пирамиды, они появляются, они начинают работать сейчас, мы их начинаем чувствовать, они начинают проявляться прямо в пространстве, прочитываться, и те, кто чувствует, получает эту информацию. Вот, я вот сама, да, получала эту информацию, и когда мы с группой пробовали, и это специально было такое, то есть я делала просто такой небольшой вброс, говорила, что вот здесь вот это есть, давайте пробовать. И мы как мозаику собирали, все видели немножко по-разному, но там 15 человек, каждый что-то увидел, вместе мы получили картину про эту пирамиду, что внутри, внутри кристалл, кристалл неземного происхождения, который работает, и при этом те, кто жил в этом монастыре, сначала скит был какой-нибудь обязательно, да, не монастырь, они, у них были пещерки, они через эти пещерки из этого кристалла получали информацию о том, как жить, куда идти, как развивать, как выстраивать световые какие-то поля и так далее и тому подобное. Просто терминология была другая, да, поэтому это звучало по-другому. И мы можем это даже в житиях святых каких-нибудь это встретить. прямо эту информацию. Просто она по-другому изложена и надо уметь ее еще увидеть, понять. Это похоже на топор, который вручается человеку. А уже его дело, что с этим он может дров нарубить, сушняк какой-то и сделать костер и еду приготовить, а может пойти убить кого-нибудь. поэтому это не добро и не зло, это не относится к этому. Все инструменты, на самом деле все инструменты, они не относятся ни к добру, ни к злу, ни к темным, ни к светлым. Это просто инструменты. И пирамиды это инструменты. Они многоуровневые, поэтому это не только то, что я описала про световую сеть, которая держит, защищает землю, они выполняли функции, допустим, целительские, даже, можно сказать, как телефонная будка. Если приводить примеры инструментов, которые могут использованы быть как для добра, так и для зла, ну, прямо вот на поверхности карты Таро. Карта Таро вообще изначально это созданное в виде символов, знаков, при том, что они могут по-разному выглядеть, но на самом деле одно и то же туда вложено. Это вложено как некий заархивированный файл и даже если там изображено вообще другое, если вы это чувствуете, то вы все равно считаете эту информацию за этим. Поэтому они очень-очень по-разному выглядят, но на самом деле в этом подлогов нету. И там хранится предвечное знание, то, что было выдано Земле на уровне информационного поля. И это предвечное знание, оно потом растеклось по разным религиям, фольклору и так далее. Мы это можем собирать из разных мест и получать. Там за 3-9 земель ходил, да, Иванушка, или там на коньке-горбунке там задом наперёд скакал и так далее. То есть всякие такие вещи, они там везде сокрыта вот эта информация. И в картах Таро хранится вот это предвечное знание, то есть их можно открывать как книгу и читать. Но для того, чтобы сохранить это предвечное знание, пришлось им придать более простой смысл. И вот как бы цыгане были запущены в мир для того, чтобы они хранили это знание. Но знание хранится в самих внутри в картах. А вербально что хочешь то и говори. То есть тот, кто вот умеет настраиваться, там голографическое такое прямо знание внутри раскрывается. Там как в замочную скважину посмотрела такой мир отдельно. В каждой карте так раскрывается. Но начали то есть сначала просто пользовались. Гадали, играли. Картам это не мешало, я бы так сказала. Ну, гадают, гадают что-то просто, достаточно просто все это. Пойди сюда, пойди сюда, чем сердце успокоится, чем дело кончится, как мы знаем. а потом эти карты стали трактовать по-другому. То есть говоря, что эти карты могут изменять человеку будущее, они стали инструментом, ну, скажем так, то есть гадание, там можно просто получить совет, а можно как бы создать, вот чем дело кончится. Так вот, чем дело кончится, это информация из инфернального всегда мира идет. Сверху никогда не скажут, чем дело кончится. Никогда нет такой информации сверху. Такая информация только снизу идет. Ну, или из параллельных каких-то, которые не очень заинтересованы в нас на самом деле. Они так наблюдают, немножко подпитываются от нас, и все. Ничего более. Так вот, эти карты, когда они попадают в руки человеку, гадающему, они становятся тем самым топором, которым можно убить. Потому что, во-первых, обесценивается истинный смысл. Я считаю, что это самое страшное. Говорит, да вы что? Вот это? Да это вот там. Это означает, что там денег ты получишь много. А на самом деле там информация невероятная хранится. О том, как вот эту трансмутацию получить, как через себя, что ты должен сделать с собой на каком-то определенном отрезке времени, вот прямо сейчас, если вытащил эту карту, то что прямо сейчас ты должен сделать через себя, чтобы выйти на другой уровень. Чтобы вот хотя бы то, что я вам рассказывала, ДНК, чтобы мутировало так, чтобы человек вышел победителем, я бы так сказала. А нам рассказывают вот что-то такое. То есть человек еще и в низкие вибрации падает. А еще если ему страшное что-нибудь расскажут, он еще больше упадет туда. Это вот как используются инструменты, действительно ценные, действительно, я бы сказала, бесценные инструменты, вот их обесценивают и снимают с них, то есть опускают их до уровня общения с инфернальным миром. Они общаются с ним. И уже эту даже колоду нельзя использовать для высоких каких-то вещей, потому что она уже подключена туда вниз и все, ее надо там сжигать, как-то утилизовать по еще и правильному образом, не так просто. Если астролог говорит о будущем, от этого астролога надо уходить, потому что будущее многовариантно. Соответственно, астролог может сказать так, вот у тебя в твой шестой дом, отвечающий за здоровье и служение, попадает Марс. И астрологии занимало 10 лет, поэтому я знаю, о чем идет речь. Попадает Марс. Марс считается агрессивной и достаточно разрушительной планетой. Астролог один может сказать, слушай, вот в следующем месяце у тебя будет заболевание какое-нибудь страшное. Марс разрушит тебя полностью. И человек такой, все, в маске, в перчатках, сидит дома, и еще и курьер протирает спиртом. Ну, варианты, возможно, варианты, да? И что, вы думаете, его накроет, потому что во что веришь, то и получаешь, как известно, да? И он скажет, о, астролог был прав. что на самом деле эта ситуация обозначает? Если ты не используешь энергию Марса для своего служения, в доме всегда несколько смыслов служения и здоровья. если ты не используешь энергию Марса для своего служения, Марс может тебе подпортить здоровье. Вот к этому астрологу надо обращаться, он скажет, действительно, направит, да? Это в руках светлых астрология, а в руках темных будет вот то, что я описала. так. Поэтому, конечно, к астрологии надо всегда относиться очень осторожно. И, кстати, из моих личных наблюдений есть такое созвездие Орион. Наверное, все знают три звездочки, такая бабочка, то, что нам видно. Там много звезд, но то, что нам видно, это вот так. Я его очень люблю, и с детства наблюдала его. Оно у нас в Москве, в Подмосковье появляется в ноябре. Всегда с нетерпением жду, потому что Орион яркое холодное небо и вот это вот. И тут было дело, конец августа, ночное подмосковное небо. Я на даче там рано, нужно было рано выезжать, я встаю засветло, получается, и вдруг я вижу Орион. Не поняла я, потому что он находится в южной части, а в северную попадает, пересекает экватор, и к нам попадает только в ноябре, а это конец августа. то, что люди уже заметили еще год назад, что полумесяц, ну, месяц, да, лежал лодочкой. У нас никогда не лежал лодочкой месяц. прошлой зимой я все время ходила, смотрела, думала, что такое? Но если кто понимает в этом, то есть прецессия Земли, она изменилась. О чем нам говорить про астрологию? Как она может предсказывать сейчас, когда все сдвинулось вообще? Поэтому сейчас астрология в общем-то не работает. Сейчас работают другие вещи, но каждый день меняется, смотрит, знаете, это вот можно так сказать, вот там у определенной иерархии, которая занимается нашими вот этими вопросами всеми, из известных всем я могу сказать, что Богородица занимается этими вопросами, поддержкой Земли, жителей Земли. У них, ну представьте себе такое табло, и на этом табло график осознанности людей. И каждый день этот график меняется. То есть он раз, раз, пополз вдруг, бац, всех на карантин закрыли, так дрынь, вниз, опять они о, ладно, ждем, потому что когда человек садится на карантин сам собой, у него осознанность опять растет, 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 осознанность выросла через карантин, вообще удивительно, весной очень выросла. Вот, и они такие, вчера у них там было совещание, и они решили, что ну уже все уже пора, запускаем следующий уровень энергии. Уже, вот они уже приготовили, уже тумблер такой, энергии запускать, и вдруг они видят вот это, бац, они, нет, сегодня уже нельзя, придется подождать, да, то есть нету, у них нету сейчас никаких планов на нас, потому что они, кто, мы же парадоксальны. При этом нами очень просто управлять. Сказал страшную вещь в телевизор, и все в энергиях и упали, все сбросили вообще, обнулились. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok